Такую ванну-карету сегодня заметили в центре Екатеринбурга. Веселая акция, вероятно, в поддержку олимпийцев, обойдется в несколько сотен рублей. Экстремалам грозят штрафы, но все могло закончиться еще хуже. Не в полиции, а в больнице. Авария на 17-м километре к подъезду к Екатеринбургу. Только в Екатеринбурге за последние сутки из-за сложных погодных условий на дорогах произошло 60 ДТП. У нас в основном это скоростной режим, неверно выбран, либо несоблюдение дистанции, также еще образование зимней скользкости на дороге. Дорожные службы Свердловской области перешли в режим повышенной готовности. Чтобы оперативно очистить город от снега и льда, на улицы только в Екатеринбурге отправили настоящую коммунальную армию, на полтысячи машин, 500 рабочих. За последние сутки из мегаполиса на полигоны вывезли 10 тысяч тонн снега. И это не предел. По основным магистралям была организована патрульная снегоуборка. Звенья КДМ проехали по основным магистральным улицам и смели свежевыпавший снег к правой обочине. В ночное время выйдет техника на подборку этого снежных осадков и увезет на снежные полигоны. По словам главы Екатеринбурга, гораздо реже. В последние дни пешеходы жалуются на расчистку тротуаров. Но расслабляться рано. МЧС выпустила предупреждение. Обильные осадки будут выпадать еще несколько суток. Мы думаем, что в ближайшую ночь снег будет сильным в основном в горной зоне Среднего и Южного Урала. Поэтому осадки кое-где могут быть интенсивными. Но в дальнейшем все-таки осадки будут слабеть. Такой период снегопадов он все-таки будет не очень продолжительным. Сотрудники МЧС призывают отказаться от дальних поездок и больших скоростей. Сообщать о неубранных участках можно по горячей линии областного управления автодорог. Екатерина Цыганкова, Новости 4 канала.